Фантасты часто описывают будущее как мир победивших технологий. Отчасти это правда. Рассказываем про топ-10 технологий, которые уже развиваются и скоро будут влиять на разные сферы жизни человека. Облачный гейминг – это способ запуска компьютерных игр, при котором они открываются на удаленном сервере, а не на устройстве пользователя. Облачным геймерам не нужно постоянно тратиться на дорогостоящее обновление компьютера, чтобы он соответствовал требованиям игровой индустрии. Технологию называют одной из главных современных разработок. К 2024 году рынку облачного гейминга пророчат десятикратный рост до 450 миллионов долларов. Компьютерное зрение Эта область искусственного интеллекта связана с анализом изображений и видео. Системы состоят из фото или видеокамеры и специального программного обеспечения. Они способны анализировать образы, например, по фото, картинкам, видео и штрих-кодам, а также лица и эмоции. По данным Тедвайзер, с 2018 по 2023 годы объем отечественного рынка решений в этой сфере увеличится в пять раз до 38 миллиардов рублей. Технологию можно использовать в сферах безопасности, промышленности, медицины, торговли, образования, досуга, финансов, транспорта и многих других. Компьютерные симуляторы Когда цена ошибки высока, а кризисы повышают ставки, нужно прокачивать умение действовать в условиях неопределенности, желательно в безопасной обстановке. Это можно делать в виртуальных лабораториях для принятия решений. Они ощущаются как погружение в реальность и отражают все ее противоречия. В них могут тренироваться специалисты естественно-научных и технических областей, управленцы, военные и медицинские работники. Криспро и генная терапия для увеличения продолжительности жизни Уже сейчас существуют технологии, способные, если не остановить процесс старения, то хотя бы замедлить его. Генная терапия – технология, с помощью которой генетическая конструкция вводится в определенные клетки тела, в которых гены отсутствуют или неправильно работают. Второй метод – CRISPR-Cas9 – позволяет редактировать, например, вырезать и вставлять последовательности ДНК в клетках. Он является нашим главным оружием в борьбе с генетическими заболеваниями. Именно на него делают большие ставки в области лечения рака и ВИЧ. Эта технология становится все более дешевой, быстрой и простой в использовании. Другая популярная тема, о которой говорят в связи с редактированием генома – создание дизайнерских детей. Ученые считают, что с помощью CRISPR родители смогут наделить ребенка определенными качествами. Например, детей можно будет сделать более здоровыми, умными или сильными. Это позволит заранее знать, что ребенок вырастет талантливым спортсменом или ученым. Но к такому применению методики CRISPR резонно возникают этические вопросы. Клеточные технологии в создании еды будущего Человечество уже научилось делать мясо, рыбу, молочные продукты без использования животных. При этом мясо можно выращивать не только из животных клеток. Есть ученые, которые создают мясоподобные белки из растений. Характеристики этих продуктов по своему составу почти полностью воспроизводят традиционные аналоги, а генное редактирование применяется для увеличения объемов выхода продуктов. Уже сегодня производство молока ферментативным способом без коровы способно выдавать до 5000 литров продукта. Эффективность к массе затраченных ресурсов от 40 до 60%. Корова может выдавать 20-30 литров с эффективностью к массе затраченных ресурсов всего 4%. Подкожные микрочипы Подкожные микрочипы уже сейчас могут многое. Они дают возможность управлять банковским счетом и смартфоном, оплачивать покупки и поездки на транспорте, регулировать открытие дверей в офисе или дома, добавлять клиентские карты спортзалов или магазинов. Но скоро их функции станут еще шире. Так с помощью вживленного устройства скорая сможет, не теряя времени, получить важную информацию о пациенте, номер медстраховки, принимаемые лекарства, аллергические реакции, группу крови и т.д. В будущем появится возможность мониторить жизненно важные функции организма и получать данные в режиме реального времени. И количество решаемых задач будет только увеличиваться. Запись данных в ДНК К 2020 году человечество создало полтора зетабайта данных. Исходя из динамики, к 2025 году мы создадим 175 зетабайт информации, которой нужны носители. Хранение данных в ДНК предполагает намного больше возможностей, чем любые другие технологии, доступные сегодня. Такие системы поставляются в комплекте с набором восстановительных ферментов, белков и нуклеиновых кислот, а также надежными контейнерами комнатной температуры, которые приучены выживать практически в любой среде. 3D-биопринтинг Это направление регенеративной медицины, при которой из конгломерата клеток, как конструктор, собираются ткани и органы. Строят их слоями по трехмерной цифровой модели на биопринтерах, которые производят около 80 компаний по всему миру. С их помощью уже научились производить кости и хрящи. В Испании также смогли напечатать кожу, а в Великобритании – роговицу глаза. Следующая цель – человеческий орган и его успешная пересадка. Миллионы людей в мире ждут своей очереди на пересадку органов. В одном только Китае в листе ожидания полтора миллиона человек, в США – 113 тысяч, из них в среднем 20 человек в день умирают, так и не дождавшись донора. Новую почку – самый востребованный орган – приходится ждать от трех до пяти лет. Эту проблему можно решить напечатав нужные органы на специальных 3D-принтерах. Правда, это случится не раньше, чем в ближайшие 10 лет. Есть также принтеры, которые печатают в открытом космосе, в условиях невесомости. В будущем их можно будет применять на МКС. Нанотехнологии. Наноботы – это машины, которые могут самовоспроизводиться и разбирать на части любой материал, атом за атомом, и использовать это сырье для создания чего угодно. Прогресс в наномире был удивительно быстрым, и сейчас на рынке уже появилось множество продуктов. Известный футуролог Питер Диамандис описывает это так. Не хочется складывать одежду, наноразмерные вплетения в ткани делают их немнущимися и стойкими к повреждениям. Не любите мыть окна – не проблема. Нанопленки могут сделать окна самоочищающимися, антибликовыми и даже способными проводить электричество. Хотите пустить солнечную энергию в свой дом? Есть нано-покрытия, которые улавливают энергию солнца. Наноматериалы позволяют делать более легкими автомобили, самолеты, бейсбольные биты, шлемы, велосипеды, электроинструменты. Список можно продолжать долго. Исследователи из Гарварда создали наноразмерный 3D-принтер, способный производить миниатюрные батареи шириной менее 1 мм. Ученые также используют нанотехнологии для создания умных контактных линз с разрешением в 6 раз большим, чем у современных смартфонов. Биоинженер из Гарварда недавно сохранил 700 терабайт данных в одном грамме ДНК. Виртуальные ассистенты Согласно прогнозам ОВУМ, уже к 2021 году число используемых цифровых помощников превысит общее население Земли. От простых чат-ботов, созданных под конкретные задачи, они эволюционируют в советчиков, способных решить почти любую проблему. Как считает исполнительный вице-президент Microsoft Харри Шум, они станут высшей формой искусственного интеллекта. В исследовательском подразделении компании сотрудники называют этих будущих цифровых помощников самыми близкими друзьями, настоящими вторыми «я». С этими прогнозами согласились и эксперты ВЭФ в Давосе, предполагая, что цифровые помощники будут развиваться в направлении все большей персонализации.